Шоу с толком на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы. Республиканский третий трудовой семестр 2023 года стартовал на площади государственного флага в Минске. Этого момента многие ждали на протяжении учебного года, чтобы вновь встретиться со своими друзьями и ощутить романтику студотрядов. Привет, студия Владислав Радюков. Сегодня в шоу с толком поговорим о трудовом сезоне 2023. Чем привлекает молодежь работа в студенческих отрядах? Куда ребята отправляются в этом сезоне? И сколько можно заработать? Об этом нам расскажут командир молодежного производственного проекта «Атлант» Кристина Хубулова. Добрый день, Кристина. Здравствуйте. И комиссар студенческого строительного отряда «Ритм» имени героя Советского Союза Павла Емельяновича Куприянова Елизавета Загорская. Приветствую вас, Елизавета. Здравствуйте. Подписывайтесь на группу программы «Шоу с толком» в соцсети ВКонтакте. Оставляйте там комментарии под анонсом этой передачи. Ну и, конечно же, наш YouTube-канал «Шоу с толком». Подписывайтесь на него, смотрите там и оставляйте комментарии на тему сегодняшней передачи под этим видео. Ссылки на сайте radiosfm.by. Давайте начнем вот с чего. Вот стартовал третий трудовой семестр 2023 года. Вам посчастливилось быть на этом масштабном мероприятии? Да, конечно. Занимались непосредственно организацией этого мероприятия. Мероприятие довольно было масштабное, на 800 человек. Приехали со всей страны студенты. Все были заряжены на плодотворную работу. Все просто очень были рады друг друга видеть, потому что многие уже знакомы, даже на разных точках страны находясь. Все уже общаются и всегда ждут этого открытия, чтобы снова встретиться, пообщаться, узнать, куда кто едет. Вот и все. Елизавета, я знаю, что вы сейчас комиссар студенческого строительного отряда «Ритм». Но ведь начиналось, наверное, не с этого. Как и когда вы впервые попали в студенческий отряд? В 2021 году на своем первом курсе я занималась активной деятельностью просто в университете. И меня приметил наш бывший командир Борис Морозов. И сказал, Лиза, почему бы тебе не пойти в отряд наш? Тогда я совершенно не понимала, что это такое. Он сказал, будешь петь. Но, как оказалось, это намного интересней. Я попала в отряд и поняла, что это максимально интересная деятельность, где можно развить свои таланты не только в моем случае в плане вокала. Можно в плане танцев развиться, в плане рисования. А также большая возможность, в моем случае я являюсь педагогом, а я нахожусь в строительном отряде. То есть попробовать какую-то другую деятельность в плане работы. Хорошо. Ну и я думаю, что Кристина тоже когда-то начинала со студенческого отряда. Верно, вы сказали, что со строительного отряда. Когда-то в России я еще начинала. Точнее, даже не то, что со строительного. А есть у нас такая акция в России патрилическая. Это отряд снежного десанта. И с него я начала свой путь в студенческих отрядах. И в дальнейшем при помощи отбора, развития дальше в отрядах и интереса этого я попала, в принципе, в Беларусь. И на проекты. Вот. Мне бы хотелось, чтобы вы немножечко рассказали о том, где вам пришлось поработать и как это было. Давайте начнем с Елизаветы. Елизавета, где вы работали и вообще, что это было? Может быть, какие-то впечатления для того, чтобы тот, кто еще задумывается, а не пойти ли мне в студенческий отряд, подумал, что это классная идея? В первый свой год я работала на атомной электростанции в городе Островец. Для меня это было очень неожиданно, потому что я всю жизнь не связывала себя, в принципе, со стройкой. И там мы уже научились красить и заниматься отделочными работами. То есть это полезный навык, который может пригодиться и в жизни. Да, да, конечно. Второй свой год, когда я уже поехала к комиссарам, мы выехали за пределы Республики Беларусь. В город Кемерово. И там мы работали на международной стройке Кузбасс. Мы строили Кузбасс-арену. А в этом году мы будем работать на стройке МТЗ. Чего ждать в этом году пока что еще неизвестно, но предыдущие года были очень яркими. Как для девочек, а девочки это редкость в строительном отряде, это очень интересно. Ну и давайте, может быть, спросим у Кристины, где она успела побывать за то время, пока была в студенческих отрядах. Надо связировать память, это было очень давно. Начала я с Алтайского края. Сначала там был строительный отряд, внутренний именно. Потом это был космодром Восточный. Там же с отрядом мы взяли знамя лучшего отряда. Далее я осталась там еще на два месяца поработать. В сентябре-октябре я как командира уже проекта на 100 человек. И комиссаром в одном лице, так сказать. И в дальнейшем я уже попала в 2019 году на Всепелорусскую атомную электростанцию, в МС город молодости непосредственно, в Островец. И в 20-е, 21-е, 22-е годы я уже работала на производственном трудовом проекте уже «Атлант». А давайте расскажем немножко подробнее, что такое производственный проект «Атлант». Молодежный производственный трудовой проект «Атлант» – это, наверное, как бы так сказать, уже как дом. Ребята работают на заводе, непосредственно за сборкой холодильников занимаются. Это списывают сборщики первого разряда, если не ошибаюсь, да. И ребята каждый день в две смены приходят на работу, отрабатывают в 6.45, они как штык на конвейере, и в 15.45. Далее ребята также непосредственно не только работают, но мы их развиваем. И творческие, и спортивные навыки. Также их стараемся объединить, сплотить, чтобы все ребята умели поддерживать, в команде работать. Потому что эти навыки в дальнейшем в жизни очень нужны и в работе, когда они уже выпускаются с универов, идут уже во взрослую жизнь такую, где они работают уже. Мне бы хотелось, чтобы, может быть, вы немножко подробнее рассказали, но помимо работы, что в принципе понятно, да. Например, Елизавета рассказала, что она научилась там красить, шпатлевать или еще что-то, какие-то такие работы делать. Вы там только работаете, и сил больше ни на что не остается, или есть еще какие-то развлекательные элементы, вот то самое, что позволяет общаться со студентом вместе? Вообще отряд – это такое волшебное место, в котором, казалось бы, очень много дел, но усталости нет. Вот, у нас помимо работы есть еще конкурсы. Конкурсы творческие, спортивные, вот, и зачастую достаточно даже много сил хватает на эти конкурсы. Это как минимум творческий фестиваль, туда входят вокал, танц, оригинальный жанр, вот, также визитки. Самый, для меня лично самый важный конкурс – это представление своего отряда, как можно ярче, как можно подробнее. Ну, и самые такие интересные конкурсы для мальчиков у нас – это спорт. Спорт – это ФСК, БСК, например, футбол, волейбол, стритбол и в этом роде. Угу. Хорошо, а вот вы учитесь, собственно говоря, кем вы станете после окончания учебы? После окончания учебы я стану воспитателем дошкольного образования. А нет желания сменить профиль на строительный? Ну, вообще, я задумывалась об этом после первого курса, когда уже первый раз попала в отряд, но это нужно для этого получать высшее образование второе, вот, но я, если честно, задумывалась об этом. Ну, это еще пока есть время подумать. Хорошо. Ну, давайте, может быть, еще поговорим о том, в таком моменте, что когда человек приходит куда-то вот, где работают уже взрослые, профессионалы, с восьмичасовым рабочим днем, и туда приходят студенты, работают они зачастую неполный день и вообще воспринимаются, как какие-то люди пришли вот тут поработать. Как вообще нет конфликта между вот теми штатными работниками и теми, кто приходит со студенческим отрядом? Ну, на моем опыте не было такого ни разу. Понятное дело, мы соблюдаем субординацию с теми, кто нас выше, вот, и конфликтные ситуации зачастую не возникают, потому что к нам обращаются так же, как и к обычным рабочим. То есть мы приходим не как студенты, а как обычные стандартные рабочие. Ну, а может быть, Кристина что-то добавит? На самом деле нет, наоборот, работники стараются всегда поддержать и помочь, так как студенты, например, первую неделю, да, когда только приезжают на работу, на ту же стройку, либо на производственный проект, то они, наоборот, стараются помочь ребят, чтобы они себя чувствовали комфортнее ввести их в эту работу. И всегда, когда какие-то вопросы возникают, всегда они это решают спокойно. Даже если ребята где-то какой-то там брак, допустим, либо какой-то косяк, да, появился, то это всегда ребятам объясняется, помогают где-то это подтянуть, да, какие-то знания, где-то чего они не знали, либо не объяснили, то ребятам подсказывают. И в этом, наверное, плюс большой, что сейчас работники так, так сказать, благосклонны и так расположены к нашим отрядам, что они даже ждут студентов, чтобы они уже скорее приехали, и, наконец, вот эта молодая новая кровь начала бурлить на всех, так сказать, стройках, проектах, которые происходят у нас в Беларуси, не только. А вот, кстати, как выбрать какой профиль для... в студенческий отряд какого профиля пойти? Ведь, например, я думаю, что у той же Елизаветы был вариант пойти в педагогический студенческий отряд, который явно был бы ближе по профилю, который он получает по образованию. Ну, вообще, это зависит от того, какие в университете есть профили. У нас в университете есть производственные, это эйфория. Три у нас есть строительных отряда, как бы у нас строительные, это более распространенные в нашем университете. Это Зочи, Эврика и Ритм. И также у нас есть сервисные и, наверное, всё. Вот, но, как бы, у меня не было особо выбора, потому что мне сразу предложили первым делом, это Ритм. Вот, и, как бы, мне потом об этом рассказали, но, если честно, я бы, ну, я бы хотела остаться в своём отряде, потому что для меня он больше по сердцу, для меня этот отряд моя душа, вот. И, как бы, я, ну, не жалею, что именно в этом отряде состою. Может быть, у Кристины есть какой-то опыт, и она даст какой-то совет человеку, который решает, куда ему пойти и что же выбрать? На самом деле здесь всё зависит от того, правда, насколько раскручены отряды в Улье, смотря какой отряд, но я никогда не думала, что я буду в производственном отряде, потому что строительный отряд для меня тоже всегда был так, как семья, как сердце моё, душа. Но если ты чувствуешь, что это твоё, обычно, знаете, как я пришла в первый отряд, это из-за музыки. Я услышала песню, одну песню отряда, которая меня очень привлекла, из-за которой я пришла в отряды, вот. Если ребята не знают, куда пойти, то лучше всего, наверное, экспериментировать даже в какой-то степени, развивать себя со всех сторон. Если ты, например, педагог, да, как Елизавета у нас, и она пошла в строители, она себя развивает со всех сторон, чтобы в дальнейшем можно было ещё дополнительную, возможно, профессию получить, вот, и узнать, насколько тебе близка та профессия, на которой ты учишься. То есть можно экспериментировать. Вообще, главное, чтобы было хорошо. Да, главное, чтобы было хорошо, так сказать, и чтобы там были именно твои люди, потому что это очень важно, когда именно ребята тебя сплочают. Напоминаю, что сегодня в шоу «С толком» мы говорим о студенческих отрядах. Вот недавно стартовал третий трудовой семестр 2023 года, а ко мне сегодня пришли командир молодёжного производственного проекта «Атлант» Кристина Хубулова и комиссар студенческого строительного отряда «Ритм» Елизавета Загурская. Они отвечают на мои вопросы. Ну, мы сделаем небольшой перерыв, продолжим разговор через несколько минут, поговорим о том, сколько можно заработать в студенческом отряде. Оставайтесь с нами. Ты слушаешь шоу «С толком» на Радио ЗФН. Только интересные собеседники и актуальные темы. Студотрядовцы хорошо зарекомендовали себя на многих объектах Белоруссии и зарубежья, где их всегда ждут. Но самое главное, что дают студотряды, это, конечно же, общение. В студии Владислав Радюков. Сегодня в шоу «С толком» говорим о трудовом сезоне 2023. Чем привлекает молодёжь работа в студенческих отрядах? Куда они отправляются в этом сезоне? Сколько можно заработать? Об этом нам рассказывают командир молодёжного производственного проекта «Атлант» Кристина Хубулова и комиссар студенческого строительного отряда «Ритм» Елизавета Загурская. Продолжаем разговор. Давайте, может быть, немножко скажем о фишечках именно сезона 2023. Кристина, какие вот есть в этом сезоне новинки, фишки? Новинка — это будет межпрофильный турслёт, который у нас будет проходить перед нашим днём белорусских студенческих отрядов, наш, так сказать, день рождения, где соберутся разные отряды с разных направлений. Так сказать, в юбилейный год интересный, так сказать, такой мини-проект, турслёт для всех отрядов, чтобы их сблизить и разнакомить. Также у нас, например, на проекте самом есть интересный такой факт в этом году, что у нас 200 человек будет в этом году работать, и 100 человек уходят работать непосредственно, собирать холодильники, а 100 человек уйдут собирать стиральные машины. То есть можно выбрать, что тебе ближе к уши. Что тебе интереснее, да, но есть ребята, которые себя зарекомендовали в том году, у нас месяц, август, пару отрядов отработали уже на стиральных машинах в том году, и директор непосредственно попросил этих ребят ещё раз к нему, так сказать, добавить, чтобы они также прекрасно отработали, потому что очень хорошо зарекомендовали себя. То есть директора заводов довольны тем, как работают студенты? Конечно, они довольны, потому что ребята вкладывают и душу, и сердце, и максимально работают. То есть если надо дополнительно выйти в субботу, ребята только за, потому что им это интересно, они хотят заработать, а не просто так фрусируют, так сказать, своё лето. То есть если вы покупаете холодильник «Атлант» или микроволновую печь, то она собрана с душой? Да. Ну а теперь более серьёзный вопрос. Вот я думаю, что один из самых часто задаваемых вопросов тем, кто сам в студотряде, это сколько же вы зарабатываете? Елизавета, я угадал? Ну, на самом деле да. Самый часто задаваемый вопрос. Вы отвечаете на этот вопрос? Ну вообще на самом деле зарплата варьируется от того, что вот сколько объёмов мы выполним. Это конкретно у строителей так. Вот. И каждый год получается по-разному заработать. Вот. Мы делаем производственные показатели, то есть как отряд полностью себя покажет, сколько он сделает, столько зарплаты и будет. Вот. На каждого там высчитывается какой-то коэффициент. Вот. Ну и в среднем от 1000 до 1500 в принципе мы зарабатываем. Ну а что скажет на этот вопрос, как отвечает Кристина? Наши ребята зарабатывают от 850 до, если честно, не соврать, то в том году в сентябре-октябре месяце ребята заработали до 2000 рублей. И там вкалывали без выходных? Ребята вкалывали по субботам, да. То есть ребята очень хорошо работали и их так поощрили. То есть не то, что поощрили, это их заработанные деньги, которые своим трудом были сделаны. Я думаю, что кто-то слушает и думает, блин, хочется сразу же пойти куда-то в студенческий отряд. А это вообще сложно попасть в студенческий отряд? Есть какой-то, не знаю, там отбор, запись, очередь? Или места всегда хватает для всех? Как это происходит? На самом деле, да, я думаю, Елизавета даже меня поддержит и расскажет об этом более подробно. Но, как я знаю по рассказам ребят, и ребята бывают советы берут, как можно отобрать хороших ребятам, чтобы не ошибиться, которые будут работать именно. То у них приходит отбор, и туда приходят 50 человек бывает. Мне ребята рассказывали из Гомеля, из Локомотива, что у них было на отборе 90 человек. А сколько они взяли в итоге? В итоге они взяли 20 человек, ну как 20, старички остались, это ребята, которые с прошлого и позапрошлого года у них есть. Около 13 человек только прошло, то есть довольно большой. И то из них очень большое количество девочек. Как мы знаем, что производственные проекты, строительные, там в большей части это парни должны быть. А получается, почему-то отбирают девочек, это странно. Нет, не то, что отбирают. А, приходят? Приходят, да, то есть девочки очень хотят поработать, вот поэтому так и получается. Елизавета, расскажите, как в ритм отбирали? Ну, у нас есть такая традиция, у нас немножко по-разному в нашем университете отряды отбирают к себе. У нас отличается тем, что мы не развешиваем афиши никакие, ничего. Мы просто как бы сами ходим, распространяем информацию, что вот наш отряд набирает новых бойцов, кандидатов. Конкретно у нас как это проходит? У нас уже отбор начинается с сентября. И в течение года до, наверное, чтобы не соврать, марта где-то мы отбираем ребят. Они приходят к нам, они проходят первым делом собеседование. Вот, после собеседования мы даем им два задания. Допустим, вот он рассказывает, что у него талант-вокал. Мы даем одно задание по его таланту, второе задание мы даем противоположное, в котором он, ну, грубо говоря, полный ноль. Вот, и как человек справляется, это, как говорится, ну, первый этаж. Он прошел. Вот, ну, редко бывают случаи, когда человек не справляется, потому что обычно, когда люди приходят к нам, они наполнены всякой энергией, там, горящими глазами, им хочется вот максимально попасть, они делают все, что только угодно. Вот, потом в течение года у нас проходят разные конкурсы отборочные, ну, и там потихонечку ребятки отбираются у нас. Вот. То есть это все-таки такой достаточно сложный отбор, и важно быть мотивированным и хотеть попасть в студенческий отряд. Совершенно верно. А, да, вот мы уже начали говорить про то, как вы отбираете к себе в отряд, и я так понимаю, что это часть вот той самой комиссарской деятельности, это так? Ну, вообще, в течение года у нас проходит комиссарская деятельность, как раз таки с кандидатами, но лично для меня самая интересная комиссарская деятельность, это когда мы уже выезжаем на целину. Вот, каждую неделю, даже каждый день можно собирать ребят, и вот, как я, обычно ребята очень радуются, когда видят в беседе нашей сегодня у нас комиссарка. Вот, тут немного проще на проекте делать отрядную деятельность, комиссарскую деятельность, вот, потому что ребята все вместе. Когда ребята учатся, немножко сложнее это организовывать, потому что у кого-то там подготовка к экзаменам, у кого-то свои интересы какие-то. Все-таки мне больше нравится на целине уже ребятам проводить комиссарскую деятельность. И что вы делаете? Вот вы их собрали на комиссарку, а что дальше? Ну, вообще, лично я обычно пытаюсь проработать какую-то, может быть, проблему. Например, сплотить ребят как можно больше. Бывает, просто расслабить, чтобы они немножко сбросили стресс. Работаем больше на объединение. Ну, и еще раз уж мы заговорили об этом, мне бы хотелось, чтобы Кристина рассказала, кто такой командир молодежного производственного проекта. Что входит в его функции, что это за такая должность? Знаете, есть такая фраза, командир, ты за все отвечаешь. Вот это, наверное, факт. Потому что, когда начинается проект, ты отвечаешь за все отряды, за всех студентов, которые там находятся. И за всю организацию, которая происходит у нас в течение всего проекта. Даже не то чтобы в течение, даже подготовка, это уже наша ответственность, чтобы наши отряды приехали уже готовые, заряженные с документами, если это трудоустройство, и если это комиссарская деятельность, то с подготовленной комиссарской деятельностью, чтобы они уже были готовы, понимали, на что они едут. Их здоровье тоже очень важно для нас, и поэтому мы за это тоже несем ответственность, как это было по прошлому году, когда ребята болели. Я ночами не сплю, потому что я переживаю за каждого. Я знаю, что родители будут тоже переживать, и я знаю, какой это стресс. Я это ощущаю на себе, так сказать. Наверное, это ответственность. Командир – это ответственность. Ответственность за все, что происходит. Даже если студент проспал работу, то ты за это тоже ответственный, потому что ты не пришел, например, не проконтролировал. Это все наша ответственность. Ну и мне бы хотелось вот еще спросить, несмотря на то, что попасть в студенческий отряд не так просто, как, может быть, кому-то хотелось бы, есть отбор, куда попадают самые мотивированные, те, кто действительно хочет попасть туда и хочет там работать и отдыхать. Бывает ли такое, что кто-то попал в студенческий отряд, а потом вот немножко поработал, и понимает, нет, не мое. Такое бывало? Конечно, бывает. Зачастую это даже не совсем понимает человек, что это нет, не мое. Зачастую это просто эмоциональное выгорание, потому что это реально сложно. Работа, конкурсы для неподготовленного человека. Вот когда ты уже проходишь год целины, тогда уже это кажется все, это все мое. Вот ребятам просто нужно пройти акклиматизацию на проекте. Но иногда бывают такие ребята, это зачастую такие, которые не совсем активные. Например, они просто, например, приходят с пары, отдыхают, спят, и потом опять на пары. Ну, это у таких людей обычно происходит. Ну что, Кристина добавит? Я бы немножечко здесь даже поспорила. На самом деле, даже неактивные ребята, которые приходят в отряды, они раскрываются. То есть наша задача именно как даже комиссаров отрядов раскрыть ребят и показать их в другую сторону. То есть они могут себя развить. Даже когда я была скромной, при помощи отрядов меня это немножечко, так сказать, разрядило, я немножечко раскрылась. И этому благодарна. На самом деле, да, есть такие ребята, которые понимают, что не особо понравилось в отряде, потому что большая нагрузка. И правда, они все выдерживают только из-за того, что морально правда выгорают. И поэтому нужно проводить качественную комиссарку. То есть хорошо их разряжать при помощи этих вот мероприятий на сплочение, объединение и разрядку эмоций. Тогда и ребята будут оставаться. Но такое редко происходит на самом деле. Ну что ж, я хочу пожелать, чтобы такое не происходило вообще никогда. Чтобы все, кто попал в студенческий ответ, хотел туда попасть, был доволен и работали с радостью, отдыхали с удовольствием. Напомню, что сегодня у нас в гостях были командир молодежного производственного проекта «Атлант» Кристина Хубулова и комиссар студенческого строительного отряда «Ритм» Елизавета Забурская. Спасибо большое за то, что вы к нам сегодня пришли. Программу подготовил и провел Владислав Радюков. Запись будет, как всегда, на нашем сайте radiusfm.by и на YouTube-канале. Подписывайтесь на наши соцсети. До свидания. До новых встреч. Спасибо. Спасибо. До свидания. Шоу с толком на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by Редактор субтитров А.Семкин